Дмитрий Маликов в Ярославле смог перевернуть игру. Так называется музыкально-драматический спектакль, автором которого и стал звездный артист. В постановке музыка самых разных поколений. Зритель услышал Баха, Моцарта, Рахманинова, Прокофьева и даже короля поп-музыки Майкла Джексона. Ярославль стал 11-м российским городом, принявшим необычный спектакль. Илья Барабанов увидел, удалось ли поп-звезде разрешить конфликт двух поколений. Большой проект «Уроки музыки» сменился музыкально-драматическим спектаклем «Перевернуть игру». Дмитрию Маликову принадлежат обе идеи, теперь уже воплощенные в жизнь. С уроками народный артист России объехал 115 городов большой страны. Ярославль с этим проектом посещал 3,5 года назад. Мастер-класс от выпускника Московской консерватории тогда проходил в 7-й музыкальной школе. Для нынешней премьеры маэстро выбрал театр юного зрителя. Я благодарен и губернатору Ярославской области, Миронову Дмитрию Юрьевичу, моему тезке, да, получается. Вот, и, безусловно, руководство Центрального федерального округа, потому что мы получили правительственный грант на этот проект. И благодаря этому сегодня у нас все дети, и, в общем-то, вход бесплатный. Основа постановки – конфликт двух поколений, и у каждого своя правда. Разрешить непростую спорную ситуацию помогает музыка. Со сцены звучат то Иоганн Себастьян Бах, то Майкл Джексон, то Людвиг Ван Бетховен, то Тимур Юнусов, он же Тимоти. Все, что делается, это делается именно потому, что, ну, Дмитрий просто так живет, да, это внутреннее состояние души. А когда именно вот идет из тебя это все, соответственно, рождаются очень хорошие проекты. Это, безусловно, не коммерческий проект, это проект, который направлен на то, чтобы мы немножко по-другому взглянули и на наш мир, и на музыку. Перевернуть игру сам автор называет просветительским проектом. Это не занудный разговор о классической музыке, а увлекательный рассказ об очень личной истории, трогательной, веселой, поучительной. Ведь у каждого сценического героя, как у оригинала, была своя музыкально-жизненная особенность. Каждый композитор имел какую-то черту, которая крайне, так сказать, была важна в его жизни. Там Моцарт был вундеркиндом. Бетховен – это физический недуг, который тоже, так сказать, абсолютно изменил его судьбу. Майкл Джексон – это, так сказать, человек, которого любили миллионы, но это тотальное какое-то одиночество. Ярославль стал одиннадцатым городом, который Дмитрий Маликов посетил с музыкально-драматическим спектаклем. В планах народного артиста – возвращение в наш регион, но на другие площадки – Рыбинск, Ростова, Углича или Переславля. Илья Барабанов, Михаил Орлов.